Царские и княжеские шлемы, так называемые ерихонки. У многих русских царей и князей были украшены аятами из Корана. Ерихонки являлись боевыми коронами. Цари и князья одевали их по большим праздникам и в честь военных парадов. Как правило, они были очень богато украшены драгоценностями. Например, вот шлем Александра Невского, он жил в 13 веке. Великий князь Киевский, Владимирский, Новгородский. На его шлеме написан аят из Корана, обрадуя правоверных обещаниям о помощи Божьей и скорой победы. 13 аят, сура 61. А это шлем Ивана Грозного, жил в 15 веке. На шлеме Ивана Грозного написано шахада. Это шлем первого из царей династии Романовых, Михаила Федоровича. Также на шлеме написаны аяты из Корана. Михаил Федорович стал царем после смутного времени, после победы народного ополчения над польско-литовскими захватчиками. Известно, что ополчение было собрано Минином, татарином из Нижегородской области. Праздник-то народного единства посвящен освобождению Москвы ополченцами, а во главе ополчения стоял татарин этнический. По материалам многих историков Минин был мусульманином. В Нижегородской области были только татары-мусульмане. В татарских селах Нижегородской области по несколько мечетей. Например, в селе Сафаджай шесть действующих мечетей. До 20 века их было семь. А в татарском селе Большой Рыбушкино четыре мечети. Но вернемся к царским шлемам. После царствования Михаила Федоровича царем стал его сын Алексей Михайлович. Это иерихонка царя Алексея Михайловича. На иерихонке Алексея Михайловича написан очень почитаемый всеми мусульманами аят из Корана. Аят Аль-Курси, на фото виден фрагмент данного аята. Аллах. Нет божества, кроме него, живого, существующего.